добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня хотел записать продолжение обзоров на свои зарядные устройства но решил немножко отклониться от темы и сделать обзор на то оборудование на дополнительное оборудование которое я использую своей работе дело в том что выход из строя батареи бывает не только из-за того что батарея села или не выдает свою мощность но и банально из-за разрушенных полюсных выводов либо из-за разбитого корпуса и вот поэтому сегодняшний обзор будет посвящен именно этой теме чем я восстанавливаю полюсные его вода и ремонтирую корпуса начну наверное с обычных паяльников которые я использую своей работе но это значит паяльники это не все паяльники которые у меня есть значит мощность от 30 до 100 ватт вот это 80 60 100 и это тоже 60 ватт для зачистки мест для пайки я использую такую машинку со всевозможными насадками приспособлениями также алмазные надфильки частности сегодня я ремонтировал вот такую батарею батарейка скутера оба полюсных вода вывода были разрушены вот этот удалось склеить с помощью пайки и дополнительной пластины свинцовой этот полюсной был разрушен полностью поэтому пришлось впаивать новый вывод медный сделал с медной трубки вывод и вот таким образом я его сюда впаял это были обычные паяльники а теперь несколько слов о необычных паяльниках которые я использую это самодельные паяльники все они сделаны на основе свечей накала вот это этот этим паяльником я в основном пользуюсь для пайки радиаторов очень удобно это включение выключение работают эти все паяльники от 12 вольт для этого я использую блок питания но этот побольше в основном для пайки полюсных водов я использую вот этот паяльник также он с кнопкой включения ручки от заводских паяльников также работает от 12 вольт очень быстро прогревается и чтобы поддерживать необходимую температуру для пайки вот я пользуюсь таким выключателем для ремонта полюсных выводов верхних я использую вот такую вот вот такой паяльник также кнопка эта кнопка от дрели таким образом она стопорится и если надо ее щелкнуть отключается вот таким образом значит но это если необходимо восстановить только верхнюю часть полюсного вывода также для пайки использую такую карандашную горелочку очень хорошая вещь не знаю на этикетке было написано что немецкая сделана в германии ну конечно она сделана в китае довольно хорошего качества для ремонта корпусов я использую вот такую паяльную станцию простая но довольно таки недорогая также все цели это соли эспрессо со всякими насадками но со своими задачами она вполне справляется вот кстати это летом привозили эту же батарею это моя работа я устанавливал корпус батареи также в своей работе я использую несколько видов горелок газовых всяких разных в качестве флюса использую растворенной растворенную спирте канифоль рекомендую для пайки клемм неплохо справляется с поставленными задачами затягивает ролик долго не буду скажу что все вот эти необычные паяльники я сделал сам и у каждого у кого есть руки есть желание сделать их не составит сложность значит здесь свернется жало под свечу накала нарезается резьба вкручивается свеча и подсоединяется внутри внутри ручки ручки я заливал эпоксидной смолой они залитые это здесь также залитый эпоксидкой плохо что может где-то промышленность выпускает выпускает такие паяльники но по крайней мере мне не попадались и чем удобны такие паяльники их можно брать дорогу подключать к аккумулятору и ремонтировать все что у вас развалится на этом сегодняшний ролик я закончу вот такой небольшой обзорчик на доп оборудование всем всего самого наилучшего добра здоровья и удачи пока